Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Дарья Шулик. Смотрите в этом выпуске. Сначала было и вау, и эмоции на самом деле переполняли. На помощь организаторам и гостям 150 донских волонтеров отправились в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Я буду аташе, то есть сопровождающей команды. У меня будет группа около 30 человек, и я буду их спутником. Мятлик-луговой для мяча футбольного. На тренировочном стадионе Мундиаля Ростовском локомотиве посеяли газон. В 80-х годах я здесь, на этом поле, да, играл в футбол. Я здесь недалеко в детстве жил, поэтому я здесь видел разруху и небытие. Ниже пояса и выше понимания. Театр 18+, запустил на сцене производство «Бреда». Я же решил пойти дольше. Я реально решил их отравить всем. Я там... Скандал вокруг приватизации центрального городского рынка разгорелся в Батальске. Покупатели боятся, что потом его могут перенести или закрыть. Работающие там предприниматели против изменения условий аренды. Написали обращение к губернатору. И сегодня утром Василий Голубев приехал на рынок лично разобраться в ситуации. Свежий хлеб Тамара Журавлева покупает только на рынке. Сюда же приходят за зеленью, овощами и домашней курятиной. Я уже в возрасте 76 лет. И этот рынок посещаю, ну, лет с 10, наверное. Вот. И всегда, как говорится, кроме него нам некуда больше идти. В магазинах меня товары не устраивают. Особенно фрукты, овощи. Большинство продавцов тоже помнят торговые ряды с детства. А стаж работы на рынке больше 20 лет. Когда пришла новость о решении Городской думы Батайска приватизировать рынок, испугались его закрытия или переноса. И попросили губернатора разобраться в ситуации. Это не супермаркет, это утренний рынок. Здесь, вот смотрите, у нас продается все. И овощи, и фрукты, и зелень. Люди как бы привыкли. Место историческое. Это 247 лет за сентября. И поэтому мы просим оставить наш рынок в таком качестве, какой он есть. Только чтобы порядок. Конечно, конечно. И все, кто здесь торгует, порядок сохраняет. Да. Конечно, мы будем помогать администрации. И продавать. Люди приходят пообщаться сюда, дедушки, бабушки. Они вот приходят рано утром, просыпаются в 6 утра и приходят. И молодежь ходит, я бы сказал. Общаются здесь постоянно. Бывает, годами они видятся, а на рынке встречаются. Торгуют здесь не только предприниматели. Свою продукцию привозят фермеры из соседних деревень Когольницкого, Зерноградского районов. Сердце Батайска, душа Батайска. И чуть-чуть раздумываю. Я хочу сказать, мы доверяем, мы дали честь и гордость нашей Ростовской области. Мы у руля, значит, что будет хорошо. Я внимательно раздумываю, обещаю. Спасибо вам большое. Губернатор прошел по всему рынку. За фруктовыми и овощными расположились рыбные ряды. Мясная продукция в отдельном павильоне. Я зашел сейчас в мясной павильон, там грязь, потолки рушатся. Сказать, что это все должно устраивать, ну неправильно. Мы же хотим порядка чуть больше. Другой вопрос, что люди должны, которые работают, здесь иметь возможность работать в своих интересах. И рынок должен быть. Согласны? Да, согласен. Поэтому рынок, первое, никто никуда переносить не будет. Это я вам обещаю. Спасибо большое. Василий Голубев потребовал подробный доклад. О налогах и экономической ситуации на городском рынке от мэра и профильного министерства. Учитывая, что батайчане хотят, чтобы рынок был, рынок здесь останется. Все остальное будет под моим персональным контролем. Это я вам обещаю. Минприроды, Минсельхоз или Министерство имущественных отношений. Собственник Донских лесополос определит новый областной закон о сохранении и развитии защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения. Проект, принятый в первом чтении, вызвал вопросы и был отправлен на публичное обсуждение. Сейчас основная задача – решить, кто сможет привести посадки в порядок. На сегодняшний день все склоняются к тому, чтобы собственниками стали лесники. У них есть опыт работы с лесом, а лесополосы уже требуют дополнительного ухода, дополнительной посадки деревьев и так далее. То есть, как бы, практика показывает, что лучше всего, если эти лесные полосы перейдут в ведение нашего Министерства природных ресурсов. Не исключено, что для ухода за лесополосами создадут отдельную структуру. Но до выбора собственников все участки нужно поставить на кадастровый учет и провести районирование. Это дополнительные расходы. Счет идет на миллиарды рублей. Где их найти – тоже вопрос. Финансирование – это вопрос номер два. Мы сегодня должны, прежде всего, принять областной закон, определить, кто должен заниматься непосредственно правительством Ростовской области, какое министерство. И, конечно же, финансирование, потому что межевание и кадастровую оценку – на это, конечно, потребуется и финансирование. В ближайшее время законопроект доработают с учетом высказанных на общественных слушаниях предложений и замечаний. 150 волонтеров отправились из Ростова на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи. С 14 по 22 октября добровольцы будут помогать организаторам встречать, размещать и развлекать гостей. Наша страна принимает такой масштабный молодежный форум уже третий раз после 1957 и 1985. Всероссийский конкурс – 13 человек на место. Из более чем двух тысяч заявок повезло этим парням и девушкам. 60 донских добровольцев будут отвечать за безопасность, остальные 90 – работать с участниками и гостями фестиваля. Мы немножко уходим от понятия работы волонтера. Волонтеры будут помогать организовывать мероприятия по ряду функций. То есть начиная от организации транспортной логистики, заканчивая организацией управления потоками. Отбирали их по знанию иностранных языков и опыту добровольческой деятельности. У каждого позади целый год подготовки обучения у ведущих региональных и федеральных тренеров. Ребята прошли большую подготовку, обучение. Есть ребята, которые у нас принимали участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи. Есть ребята, которые принимали участие и в Казани на университете, и на чемпионате мира мы отправляли по водным видам спорта. Зарплату волонтеры, конечно, не получат. Разве что красивую форму и рабочие смартфоны на память оставят. Главное – впечатление и новые знакомства. Учитель Артур Манукян уверяет – он всегда рад помочь и сделать доброе дело. Я мечтал, я смотрел много фильмов в данном фестивале, старые, которые были в 57-м году, в 85-м году. И очень заинтересовала эта тематика, знакомства, новые люди. До этого я была волонтером преимущественно на спортивных событиях. Для меня здесь тоже будет что-то новое. Я буду аташе, то есть сопровождающей команды. У меня будет группа около 30 человек, и я буду их спутником. 13 октября со станции «Ростов-Главный» в Сочи отправятся все остальные участники фестиваля от Ростовской области. Более 500 человек. У Дона будет одна из самых многочисленных делегаций. Приедут гости и к нам на экскурсию привезут сотню иностранцев. Анна Туполева, Евгения Слинкин, Анатолий Рашевский. Дон-24. Ростов-на-Дону. Самые экологически чистые и безопасные продукты питания, сделанные на Дону, можно было попробовать в Донецке. Там провели ежегодную областную акцию «Экология и культура. Будущее России». Ее основная тема – переработка отходов. В своей разработке по сохранению природы представили ведущие донские предприятия. А города и районы делились опытом повышения экологической культуры. У нас в этом году реализуется 100 проектов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду. Нам важно, чтобы все предприятия работали без ущерба для экологии. Поэтому эта работа должна выйти на качественно новый уровень. В Ростовской области продолжается процесс реформирования сферы обращения с отходами. Определено 8 зон для создания межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов. Свою экспозицию представили донские вузы, рассказав о связанных с экологией специальностях. Разговорами о помощи природе участники и гости экоакции не ограничились и высадили в городском парке 24 клёна. Важные итоги участия донских аграриев. Крупнейший сельхоз выставки страны «Золотая осень-2017» – получение новых идей для земледелия. Крупнейший производитель удобрений представил на форуме новинки, которые помогут получить хороший урожай, сохранить плодородие и при этом избежать лишних затрат. Удобрения как основа хорошего урожая и экологической безопасности почвы. Один из важных семинаров агрофорума был посвящен именно этому вопросу. Аграрии всё больше стремятся сохранить землю, которая их кормит. Поэтому особое внимание к новым разработкам, помогающим снизить негативное влияние на экологию. Специалисты компании «Уралхим» представили участникам форума своё видение комплексного подхода к усовершенствованию традиционных технологий. Причём с точностью до грамма. Так называемая 4Р-модель поможет внести необходимые удобрения в нужном объёме и в точное время. 13 октября будет отмечаться Всемирный день удобрений. Как раз Международная ассоциация производителей и потребителей удобрений продвигает эту единую дату, глобальную дату проведения этого дня удобрений во всём мире для того, чтобы ставить акцент на важности применения удобрений, и важности того, что, по большому счёту, удобрения спасают от голода колоссальное количество людей в мире. Российский лидер в производстве аммиачной селитры расширяет линейку. Наряду со стандартными удобрениями доступны инновационные продукты, разработанные с учётом последних тенденций развития мирового рынка минеральных удобрений и потребностей современного сельхозпроизводства. Достижения участники и гости форума могли оценить на выставочном стенде. Мы понимаем, что внедрение новых удобрений должно быть комплексным. То есть нужно сочетать традиционные с инновационными. И именно такое сочетание позволяет аграриям получать максимальную результативность. Поэтому специалисты нашей агрономической службы оказывают поддержку нашим клиентам, консультируют и позволяют максимально эффективно внедрять нашу новую продукцию. Экспозиция как наглядный пример импортозамещения на российском рынке удобрений. В частности, нитрат кальция концентрированный – это флагманский продукт в линейке водорастворимых удобрений «Солар». Не только превосходит зарубежные аналоги по качеству, но и является уникальным для мирового рынка. Среди новинок также сульфанитрат НС и водорастворимые НПК с добавлением микроэлементов. Продукция полностью соответствует идее отечественного экологичного земледелия. Валентина Малащицкая, ДОН-24, Москва. Смотрите далее в выпуске. Годинг-службе в президентском полку. Медкомиссия осеннего призыва. Сначала было и вау, и эмоции на самом деле переполняли. Мятлик-луговой для мяча футбольного. На тренировочном стадионе «Мундиаля» Ростовском локомотиве посеяли газон. В 80-х годах я здесь, на этом поле, да, играл в футбол. Я здесь недалеко в детстве жил, поэтому я здесь видел разруху и небытие. Ниже пояса и выше понимания. Театр 18+, запустил на сцене производство «Бреда». Я же решил пойти дольше. Я реально решил их отравить всем. Я там... Осенний призыв четко распишет жизнь на год вперед без малого четырем тысячам донских парней. Из советского и железнодорожного районов Ростова в армию отправятся полторы сотни человек. А двоих призывная комиссия определила в элитный президентский полк. Товарищ представитель призывной комиссии. Призывник Костенко на призывную комиссию явился. Константин Костенко и Николай Остраухов учились в одном университете, но познакомились только в военкомате. А теперь, возможно, знакомство перерастет в дружбу. Парни отобраны на службу в президентском полку. Сначала было и вау, и уго, и эмоции на самом деле переполняли, и немного смятения такое. Я даже не ожидал этого. Туда так просто не попадешь. И сейчас я убеждаюсь в этом, что нужно подходить по всем параметрам физическим. Попасть в президентский полк сложнее, чем в элитные ВДВ и ВМФ. Прямое назначение этого формирования – охрана и защита высших лиц государства. Служить там могут только лучшие из лучших. Я хотел бы там чему-нибудь научиться, что-то узнать новое, познакомиться с интересными людьми. Мне кажется, там служба на этот год в президентском полку не пройдет просто так. При отборе важны и рост, и вес призывника. У кремлевских солдат высшее образование. Обязательно должна быть полная семья – отец и мать. Ну и, конечно, призывник должен пройти на отлично все психологические тесты. А старуха, Николай, заходи. Чтобы попасть в войска, надо пройти как минимум 8 врачей, собрать кучу справок и дождаться вердикта. Перечень заболеваний, из-за которых в армию не возьмут, зашкаливает за сотню. Но большинство ребят их у себя не ищут и служить хотят. Не поголовно хотят служить, но, в всяком случае, как-то дети более сдерживаются к своим заболеваниям. Родители стараются их, наоборот, больше представить больными. Было такое выражение «косить». Оно неприемлемо сейчас. И действительно, я повторюсь, быть патриотом – это нормально сегодня. В этом году вооруженные силы России пополнят около 4 тысяч данских ребят. Большинство отправятся служить в сухопутные войска и Росгвардию. А 15 крепких парней, в том числе Николай Остроухов и Константин Костенко, уже в следующем месяце отправятся в Москву. Костенко Константин Александрович. Годен к военной службе без ограничений. Прошел предварительный отбор в Федеральную службу охраны. Предлагается призвать его на военную службу, предназначить в Федеральную службу охраны. Дату отправки определит 13 ноября. Галина Горлова, Сергей Вишняков, Дон-24, Ростов-Ны-Дану. На футбольном поле локомотива в железнодорожном районе Ростова засеяли траву. Этот стадион станет одной из трех городских тренировочных площадок и должен быть готов принять лучшую футбольную команду мира. Раздевалки, душевые, тренажерный зал, пресс-центр, административные кабинеты. Все, что нужно на стадионе, будет по адресу проспект Стачки, 28. Трехэтажный особняк закончат строить и начнут обустраивать в скором времени. Мы на этом объекте с 5 июля 2016 года. У нас начало контракта было и окончание контракта 15 декабря. Я думаю, что мы 15 декабря и закончим. Наша съемочная группа приехала на локомотив, чтобы запечатлеть исторический момент засева поляны семенами мятлика лугового. Но это уже завершающая стадия. До был долгий трудоемкий процесс подготовки основания. На этом поле подогрев не предусмотрен проектом. Дренаж есть. Под полем есть, значит, мегагрид. Это основание вот такой вот пластмасса мегагрид для прочности поля. Есть сплинкера, которые будут поливать. Есть поливочная станция, где будут установлены дополнительные баки, насосы с очень мощным напором. Вот торф. Толщина верхнего торфяного слоя 3,5 сантиметра. Привезли торф из Смоленской области. Там он наиболее подходящий. Мы успели увидеть процедуру укатки трехтонным катком. Размер площади, которую катали под натуральный газон, больше 7 тысяч квадратных метров. Когда-то играл. В 80-х годах я здесь, на этом поле, да, играл в футбол. Я здесь недалеко в детстве жил. Поэтому я здесь видел разруху и небытие, которое было непотребно. А сейчас глаз радуется. Действительно у нас переходит наша страна на уровень современного, не то что спорта, а культуры спорта. Отец Владимир прочитал молитву, благословил ответственных за посев, а также осветил семена мятлика, которых ушло почти полтонны. Управлял посевной машиной, судя по майке подробой, супермен Алексей. Так что мы можем быть спокойны. А первая стрижка будущей зеленой прически локомотива должна состояться примерно через три недели. Лев Клинов, Александр Подопригора, Дон-24, Ростов-на-Дону. Уже именитые, только начинающие литераторы собрались на Международный фестиваль национальных культур «Берега дружбы». Начался он, можно сказать, семь лет назад, после выхода в свет трехязычного сборника стихов и поэтических переводов, созданного тремя авторами. Обмен творчеством и перерос со временем в Международный фестиваль. Гостей здесь встречают песнями и танцами, выставкой поделок и блюдами национальной кухни народов, живущих в Неклиновском районе. Участниками фестиваля стали 96 человек – молодые поэты и писатели из Ростовской области, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Белоруссии, Украины, Луганской Народной Республики. Очень важно для нас сегодня, что взрослые, опытные члены литературного объединения сегодня являются наставниками тех молодых, которые к нам приходят. И мы видим историческую миссию не потерять молодое поколение для того, чтобы в будущем было понятие чести, родины, любви, патриотизма. К счастью «Берегов дружбы» второй год становится пут фестиваль поэзии и переводов для авторов от 18 до 35 лет. Главной задачей фестиваля организаторы называют объединение людей, умеющих делать литературные переводы. Здесь смерть никого не удивляет, а правда и ложь поменялись местами. На сцене Ростовского театра «18 плюс» наладили производство бреда по одноименной пьесе белорусского драматурга Павла Пришко. Полный бред. Абсолютный бред. Бред. Полный бред. Такая оценка вполне устраивает режиссера, ведь на сцене этот самый бред производят тибетские монахи. Или все-таки не монахи. Но их тхарма для комичности, а философский бред – болезнь не только героя, а целого общества. Чернуха начинается с появлением Игоря, давно умершего коллеги Виталика и бывшего мужа Инги. Он восстал из собственной рвоты, который, кстати, захлебнулся, чтобы отомстить бывшей жене и другу-предателю. Да, Виталик, я умер. Вообще-то я умирал несколько раз. В детстве чуть не умер от ангины. В школе чуть не умер от обиды, когда кто-то из обноклассников плюнул мне в новый кроссовок в раздевалке. Кроссовки, кажется, породили раздор и запустили механизм мщения всех героев. Бомж на сцене неспроста, как и фантом судьбы. У каждого свой монолог покаяния на импровизированном тренажере. И каждый пытается избежать наказания. В театре «18 плюс» сцена впервые дважды закрывается на антракт. За 10 минут художники сооружают новую драм-среду. Следующий акт как новый спектакль с другими героями и даже с другой смысловой нагрузкой. В оригинале пьеса Павла Пришко напичкана элементами черной комедии. Связаны герои, пистолет, аморальное поведение и, конечно же, мат-перемат. Но если бумага стерпит все, то театральные подмостки пока только трэш. Откуда эта история у вас? Откуда эта история? Там в журнале, в журнале прочитали. Я же решил пойти дальше. Я реально решил их отравить всем. Я там нахуй. Театр как институция, которая должна реагировать на то, что происходит в жизни и как-то критически ее переосмысливать. Вот поэтому театр использует, собственно говоря, ненормативную лексику, чтобы показать пороки общества. Третья история вполне могла бы произойти с каждым. Пришко писал пьесу в 2004-м, когда реклама буквально съедала потребителей. Режиссер Егор Матвеев переграл сценарий по-своему, наделил героев духовностью. Идея была в том, чтобы какие-то вещи, постоянно случающиеся с нами, которые нам кажутся нелогичными, от сосмыслить. Это связано с чем угодно, с любовью, с отношениями, с семьей, с войной, с политикой, с экономикой, с религией, разумеется. Изначально не смешная пьеса вдруг ожила. От шумных диалогов, юмора ниже пояса и сквернословия. И все равно это бред. Надо подумать. Может, в этом есть какой-то смысл? Юлия Сурикова, Сергей Вишняков, Дон-24, Ростов-на-Дону. На сегодня у меня все. Еще больше новостей на сайте don24.ru. В студии была Дарья Шулик. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином модной женской одежды «Сержинетти». КОНЕЦ